Привет, друзья! Варикоз – заболевание не только эстетическое, но и приносящее существенное неудобство. Вспомните, сколько раз вам приходилось отказываться от активного отдыха, потому что болели ноги или расставаться с любимыми туфельками из-за отеков. А замена юбок и платьев брюками – это, как говорится, классика жанра. Сегодня мы поговорим о варикозно-расширенных венах конечностей, патологии, столь поражающей масштабом охвата, что ее включили в список болезней цивилизации. В видео расскажем о ранних симптомах недуга и, конечно же, поделимся рецептами эффективных мазей, состав которых наши предки передавали друг другу по секрету. Но сначала не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Теперь вы не пропустите ни одно из наших новых видео, чтобы оставаться здоровым. Отличительной особенностью варикозной болезни вен в России считается позднее обращение за медицинской помощью и, как следствие, преобладание запущенных и осложненных форм заболевания. Как распознать заболевание на ранних стадиях? Во-первых, появление зуда. Он вызывается застойными явлениями в сосудах ног и, как следствие, нарушение питания тканей, включая кожу. Она становится сухой, шелушится и зудит. Это может стать ранним признаком варикозной болезни ног. Во-вторых, появление судорог в икроножных мышцах. Если явления носят эпизодический характер, то это может быть связано с чрезмерной физической нагрузкой или являться следствием курения. А вот появление частых приступов должно насторожить. Судороги связаны с недостаточным обменом веществ в тканях конечностей и возникновением кислородного голодания. В-третьих, изменение тургора и цвета кожи голеней. Это частый симптом, сопровождающий застой жидкости в конечностях. Кожа в месте отека выглядит натянутой, блестящей. Близлежащие ткани при этом сдавливаются, нарушается их питание, и кожа, лишенная необходимых веществ, приобретает нездоровый цвет. В-четвертых, появление боли в ногах, усиливающихся после периода покоя. В норме по здоровым венам кровь поднимается к сердцу и легким, чтобы отдать ненужные вещества, углекислый газ и продукты обмена. Для того, чтобы она под влиянием сокращения сердца могла подниматься вверх, природа снабдила вены запорным механизмом – клапанами. Они захлопываются в определенный момент и не дают крови опускаться вниз. Под влиянием определенных причин клапаны могут ослабеть и не выполнять свою функцию в полном объеме. Кровь накапливается в нижних отделах вен и растягивает их стенки. Начинается застой. Избыток жидкости сдавливает нервные окончания и возникает боль. В-пятых, онемение стоп может говорить о начале заболевания варикозом. Патологические процессы в конечности влияют на нервные клетки, в том числе они хуже проводят импульсы. Возникает ощущение покалывания, снижения чувствительности, особенно в проекции пораженного участка вены. В-шестых, конечно же, появление следов от резинки, носков или от ободка туфель. Эти явления говорят об отеках. И если на ранней стадии симптомы незначительны и не вызывают особенного комфорта, то при прогрессировании заболевания отеки могут не позволить надеть или застегнуть сапоги. Среди ранних симптомов также выделяют появление сосудистых звездочек. А на более поздних стадиях вены становятся видны на коже в виде узлов. К сожалению, нелеченная варикозная болезнь может привести к угрожающему жизни осложнению – тромбозу. Тромб образуется в участке скопления крови и может закупорить просвет вены, а может оторваться от стенки сосуда и мигрировать в легочную артерию. Итак, друзья, переходим к рецептам действенных мазей от варикоза и его проявлений. На свином сале. Для первого средства вам понадобится по одной ложке топленого свиного сала, ленемента бальзамического по вишневскому, ихтиоловой мази, стружки хозяйственного мыла, сока алоэ, сока репчатого лука, меда. Все ингредиенты помещают в эмалированную кастрюлю и нагревают на водяной бане до загустения массы. Затем мазь охлаждают и применяют наружно. Для этого лекарства наносят на проблемные места и бинтуют. На следующее утро наносят новую порцию мази. Лечение проводится до окончания приготовленного объема мази. Из цветков календулы. Календула давно применяется в рецептах народной медицины, как отличное противовоспалительное и обезболивающее средство. А изготовление в форме мази позволяет активным компонентам растения проникать в стенки сосудов, укрепляя их и возвращая эластичность. Для рецепта вам понадобится 200 грамм топленого свиного жира или оливкового масла и 50 грамм свежих цветков календулы. В подогретую жировую основу вводят растения, немного кипятят и оставляют настаиваться на несколько часов. Затем массу процеживают, помещают в стеклянную емкость и хранят в холодильнике. Готовый состав наносят на проблемные участки в виде аппликаций. Лопух и мазь Вишневского Лопух – это не только сорняк на огороде. Знающие люди применяют все части растения не только в медицине, но и в кулинарии. Для нас сегодня интерес представляют листья лопуха. Их сок отлично купирует болевые ощущения, улучшает регенерацию и трофику тканей. С его помощью можно избавиться от отеков, капиллярных сеточек, уменьшить размер венозных узлов. Укладывают лист лопуха, бинтуют и надевают компрессионные чулки. Лечение продолжают до исчезновения симптомов. У многих людей возникает вопрос, а можно ли что-то сделать, чтобы избежать появления варикоза? Конечно, можно! Выполняя эти несложные правила, можно избежать прогрессирования заболевания или предупредить его появление. Если вы находитесь в группе риска, по наследственности, виду работы, половому признаку женщины чаще болеют, весу. Активный образ жизни – лучшая профилактика всех болезней. Если у вас сидячая работа, организуйте 10-минутные перерывы в течение дня для зарядки. Перекаты с носка на пятку, приседания. Специалисты отмечают, что особенно полезна ходьба по лестнице. Обращайте внимание на то, как вы сидите, а точнее, в каком положении ваши ноги. Поза нога на ногу – главный союзник варикоза. Во время отдыха старайтесь поднимать конечности выше уровня груди. Так вы разгрузите клапанный аппарат вен и облегчите ток крови к сердцу. Обливание контрастным душем – это не только прекрасный способ закаливания, но и отличное средство для тренировки тонуса сосудов. Устраивайте себе такие процедуры в конце рабочего дня и избавитесь от неприятных проявлений варикоза. Ношение специальных чулок позволит поддержать нормальную работу клапанов сосудов и избежать отеков. Особенно важно соблюдать это правило женщинам в период беременности. Правильное питание тоже входит в список мер профилактики. Оно необходимо людям, входящим в группу риска по весу, людям, страдающим от частых запоров. Нарушение работы кишечника способствует ухудшению кровообращения не только в органах малого таза, но и в нижних конечностях. Добавьте в рацион овощей немного фруктов и ягод. Нормализуйте питьевой режим. Друзья, варикоз не приговор. Прислушайтесь к нашим советам. Измените образ жизни, используйте проверенные рецепты и навсегда забудете о сосудистых звездочках, отеках и усталости в ногах. Жизнь так прекрасна и удивительна, что не стоит тратить время на праздность. Будьте активны и деятельны, ведь там, где нет движения, всегда образуется застой. Надеемся, что наша информация была интересной и полезной для вас. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и знакомыми и будете здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!